Всем привет, друзья мои! Кто смотрит меня и слушает, сегодня моё новое видео для вас. Я буду снимать опять в лесу. Хотя у нас июль месяц, и, может быть, скажете мне, зачем я в лес пришла. Ещё грибов, наверное, нет здесь. Но, вы знаете, в одном из моих последних видео я вам показывала, что грибы уже появились. И когда я гуляла по парку, я их встретила, и вот я решила прийти посмотреть в свой настоящий лес, если тут первые грибы, первая волна грибов. Но я буду гулять по лесу вместе с вами. И хочу, конечно, чтобы наша прогулка не была скучной, а рассказать вам также то, что я уже начинала ту свою рубрику о сайтах знакомств и о том, как же всё-таки найти и постараться устроить свою жизнь и найти иностранного мужчину. Всё больше и больше писем мне приходит от моих зрителей. И пишут разное. Пишут женщины, которые намерены всё-таки найти мужчину для замужества, для жизни в интернете по сайту знакомств. И вот, вы знаете, недавно пришло мне письмо такое. Девушка пишет, что вот она уже познакомилась на сайте. Очень приятный мужчина. Они переписывались довольно давно и долго. И сейчас созрели он и она для того, чтобы встретиться. Ну и она у меня спрашивает. Вот он согласен встретиться, и я хочу тоже встретиться. Только не знаем, с чего начать. Ну вот, по этому поводу я хочу вам немножко рассказать, с чего начать. Если уже ситуация такая, что у вас обоюдное согласие, наметили встречу, то прежде всего, конечно, вы должны побеспокоиться о визе. Если вы живёте не в Европе, не в Европейском Союзе, то виза – это первое. И главное, что вы должны сделать. Значит, как эту визу вы можете получить? Вы со своим мужчиной, если уже вы понимаете друг друга, то он наверняка знает. А если не знает, то напишите ему, что для того, чтобы вам приехать к нему, если он вас, конечно, приглашает, он должен написать письмо приглашения, так называемое. Письмо приглашения пишется вот для того, чтобы его вместе с визовыми документами, документами на подачу визы, вы послали в свой визовый центр. Это письмо приглашения будет являться как бы первым и основным моментом, почему Эва разрешено будет въехать в страну. Вот, допустим, если мы говорим об Англии. Если ваш муж британец, он имеет британское гражданство, то он пишет это письмо в произвольной форме. Значит, как оно примерно будет выглядеть, я вкратце вам расскажу. Там он должен написать, что он такой-то, такой-то, полностью в свое имя, фамилию, свой год рождения, полностью в свои паспортные данные. Он сообщает, пишет свой адрес и пишет, что я вот хочу встретиться, хочу пригласить к себе в гости ненадолго. Где-то самое лучшее, наверное, это будет на неделю, на две недели. Он пишет сроки, когда именно он хочет вас пригласить. Вот вперед с такого-то по такое время он обязуется и гарантирует вашу защиту, вашу безопасность. Он берет все ответственность полностью на себя. И он должен также написать, естественно, ваши все данные, паспортные данные, ваше имя, фамилию, значит, что там еще, ну, ваш адрес полный. То есть он должен все это сообщить, что он вас приглашает. У него есть для этого соответствующие условия. Какие условия? Он должен написать, что он имеет квартиру, либо дом, что он может вам предоставить вот жилье на этот период времени. Также он должен показать, что он финансово независим. Он должен показать свои какие-то выписки из банковских счетов, чтобы у него было там определенное количество денег. И он должен все это написать со своей подписью, естественно, поставить подпись и вам это письмо переслать. Желательно, чтобы оно было не от руки написано, а напечатано, как вы понимаете. Он отсылает это письмо вам. Когда вы получаете это письмо, вы его в двух экземплярах со всеми документами, которые необходимы для получения визы. Эти документы тоже вы можете перечень найти. Какие именно документы необходимо вам послать в визовый центр. В разных странах по-разному. В Англии там более сложные все эти моменты. Но это все можно найти на сайте визового центра. Вы посылаете все эти необходимые документы и вот, самое главное, прикладываете письмо приглашения. Это письмо приглашения, оно дает вам 90% уверенности в том, что вашу визу не отклонят. Все эти документы должны быть перевезены на английский язык. Также там должно быть, по-моему, две или четыре фотографии. Ну и вы должны заплатить визовый сбор. Он тоже разный, каждый год меняется. Поэтому все это вы можете узнать вот на сайте визового центра. Также вот если кому-то, я сказала, слишком быстро, может быть, кому-то не очень понятно, я рассказываю вкратце, с чего надо начинать прежде всего. Ну, если кто-то хочет узнать более подробно, получить более полную консультацию по этому поводу, то я могу вот что сказать вам, посоветовать. Пожалуйста, пишите мне письмо на мой донат. Адрес доната внизу в описании под каждым моим видео. Для чего существует ссылка на донат? Ну, потому что там ваше письмо я рассмотрю в первую очередь. И стопроцентная гарантия, что я вам на него отвечу полностью на все вопросы, которые вы спрашиваете. Вы должны на этом донате написать ваш обратный адрес, e-mail я имею в виду, ну, либо WhatsApp, либо Viber. Skype я, к сожалению, сейчас не использую. Ну, вот WhatsApp, Viber. Или электронную почту, что, в общем-то, наверное, будет удобнее всего. И я пришлю вам ответ по электронной почте. Да, постараюсь сделать это быстро. Ответ на все ваши вопросы, все, что вас интересует. Думаю, что такая переписка, она будет более приемлема и для вас, и для меня. Также, вы знаете, меня очень многие женщины, девушки спрашивают и пишут мне, а найдите, пожалуйста, вот мне мужа. Вот такие вот очень часто бывают, пишут мне письма. Некоторые полностью описывают себя, пишут вот, где они живут, что они, какая работа у них какая. Вышла на более широкую дорогу. Вы знаете, что-то там бродила-бродила по лесу, вся устала. В горку. Но что-то там некрасиво. Решила все-таки выйти на какую-то такую более цивильную дорогу. Еще тут, вы знаете, стали писать, что ой, да вы твой что, у вас отдышка, да вы так тяжело дышите, да что же это такое, вот как это так. Знаете, что я хочу по этому поводу сказать? Друзья, ну смехота. Ну да, конечно, я уже, как говорят, поскрипываю при ходьбе, прищепетываю при разговоре. Да, я не спортсмен. И потом, понимаете, вот попробуйте-ка вы сами идти с камерой быстрым шагом, еще и разговаривать. Разговаривать вот так непрерывно. Естественно, дыхание сбивается. Ну вот опять получается, я оправдываюсь. Но я хочу сказать, что ну вот так, да, друзья, я не спортсмен. Поэтому, ну вот, ничего поделать не могу. Кому не нравится то, что я вот так вот иногда трудно говорю, ну, приходится, не слушайте тогда. Я прислушиваюсь вообще-то ко всем тем пожеланиям, таким, знаете, здравым комментариям, которые приходят ко мне на мой канал. Это, в общем, хорошо. И спасибо вам за то, что вы беспокоитесь, как мне улучшить мое видео, как сделать так, чтобы было лучше. И мне советуют озвучивать мои видео, чтобы не было вот таких проблем. Озвучивайте дома в студии. Ну, в общем-то, да, это можно сделать. Но почему-то, как я вот наблюдала, смотрела, как делаются видео в студии, получаются они какие-то неживые, там просто голос за кадром, не слышно вот этой вот природы, движения жизни, не слышно пение птиц, шум волн. И, вы знаете, даже есть такие специальные уже потом программы наложения сверху, шумоволн, шелест листвит, сокот копыт. Вот это все, значит, вот делают потом путем наложения в студии. Не знаю, кому-то, может быть, и нравится. Но вот я предпочитаю вот такое вот живое документальное видео, когда вы гуляете вместе со мной, когда идет живой звук, когда вы слышите всю эту природу, и не надо уже накладывать никакие звуковые наставки. Тут, опять же, каждому свое, а я выбираю делать свои видео вот так. Так вот, друзья, все, кто спрашивает и просит меня найти мужа, здесь для них. Я хочу, знаете, вас разочаровать. Я не занимаюсь поисками мужа для кого-то. Я такими вопросами сводничества, к сожалению, не занимаюсь. Может быть, я вас разочарую. Но, как я уже сказала, я могу помочь в поисках мужа с сайтами, с тем, как писать письмо, что лучше какие-то, какие обойти подводные камни, как избежать скамеров, фальш, и как распознать настоящий, или это мужчина, или это фейковый какой-то. Во всех этих вопросах я вам с удовольствием помогу. Но не пишите мне, пожалуйста, таких писем, а найдите мне, пожалуйста, Галина мужа. Это несерьезно. Заниматься этим я не буду. Уж извините. Вот объясняю всем, потому что последнее время что-то все больше и больше мне пишут. Вот именно с такими просьбами, что вот я там знаю многих, гуляю где-то, у меня много знакомых, и почему бы вам не поискать мне мужа. Знаете, если бы у меня была такая стопроцентная возможность, если бы, знаете, у меня было очень много знакомых мужчин, которые просто спят и видят, как бы им жениться на русских, на русскоговорящих женщинах, и если бы они спрошли моей помощи, был бы вопрос совсем другой. Я бы с удовольствием помогла и им, и вам. Но так как здесь это не принято, скажем так, и даже если эти мужчины одинокие, английские, их может быть здесь намного больше, чем в России, но они будут искать все-таки женщин сами на каких-то платных сайтах, на каких-то бесплатных сайтах раскрученных. Они стараются этот, знаете, вот этот вот, этот момент, когда они заняты поисками женщин, они его не афишируют. Поэтому, если, знаете, я сижу в баре, кто-то ко мне подойдет из моих знакомых и скажет, слушай, а найди-ка ты мне жену. Такого не бывает. Вы понимаете, у меня в России остались очень много знакомых, в том числе и одинокие женщины. Вот они тоже все просили меня, Галина, найди нам там мужа, ты же уехала в Англию, ты же смогла, вот теперь найди нам всем по мужу. Вы понимаете, какая история интересная. Но это же, вы знаете, очень трудно сделать. Здесь другая жизнь. И я не занимаюсь, вот опять же, такими вещами ходить, предлагать, что у меня есть какие-то прекрасные знакомые российские. Меня даже не поймут здесь. Здесь это не принято, друзья. Поэтому, пожалуйста, поймите меня правильно, не обижайтесь. Я не хочу вас обнадеживать зря и говорить вам, селять какую-то надежду, говорить вам, что да, я смогу помочь, потому что это будет неправда. Этого я делать не буду. Вы уж, пожалуйста, тут как-то сами пытайтесь найти через сайты знакомств, которых много я вам предоставила. Вот, искать, двигаться вперед. Ну, а как же вы хотели? А я могу со своей стороны только помочь, что-то объяснить, какие-то вопросы разъяснить для вас. Я часто говорила, что у меня авантюрный характер, подчеркивала это, что я авантюристка в хорошем смысле слова, но я никогда не была аферисткой. Пожалуйста, почувствуйте разницу и поймите. Вот такие аферы искать кому-то мужа. Знаете, кстати, даже вот сейчас я знаю, что в Москве очень много открывается вот таких вот брачных агентств. Женщины занимаются вот поиском мужчин, поиском мужа, и они берут огромные деньги там вот за свои консультации, в частности, по-моему, по тысяче долларов они просят за это все. И я бы не сказала, что там они кому-то серьезно, стопроцентно нашли мужа. они просто объясняют точно так же, вот как и я вам делаю это бесплатно. Они объясняют, как писать письмо, как размещаться на сайтах, какие фотографии. У них даже там есть связь с какими-то фотоагентствами, фотостудиями, которые тоже сдирают за портфолио огромные деньги. И, в общем-то, знаете, такой процветающий бизнес, наверное, весьма успешный для нее, но неуспешный для тех женщин, которые истратят свои деньги и абсолютно не получат того, чего они хотят. Вообще, вы знаете, даже не знаю, от чего это зависит. Наверное, как-то от удачливости, вот как в лотерее. Я сколько замечаю, что может женщина на каком-то абсолютно неплатном сайте, вот как Бада, например, найти мужчину себе очень хорошего. И у меня есть такие знакомые, я уже вам говорила. и я познакомилась с Набадой и с Мартином, и еще вот с одним мужчиной из Флориды. Сейчас переписываемся. То есть, как бы, понимаете, вот лотерея, кому-то повезло, кому-то нет, а кто-то размещается на дорогущих сайтах, вот платит огромные деньги и ничего потом в сущности из этого не получается. Я удивляюсь, не перестаю удивляться этим моментом, вы знаете, от чего это зависит. вот, наверное, от какой-то удачливости или счастливого случая, как это часто бывает. Я единственное, что могу сказать, что те, кто решили все-таки не быть одной и решили свою жизнь как-то изменить, они должны дерзать в любом возрасте. Вот это я точно могу сказать. И здесь я вам специально рассказываю те случаи, истории из своей жизни и из жизни моих знакомых, которые поменяли в корне свою жизнь. Еще многие женщины у меня спрашивают, мне пишут, почему-то они не могут зарегистрироваться вот на многих иностранных сайтах и их не пропускает система. Что я могу здесь, как я могу этот вопрос для себя понять, как я могу его вам объяснить, это скорее всего если при регистрации у вас запрашивается ваш электронный адрес и вы пишете ваш электронный адрес на конце должна быть всегда стоять ваша страна. Если это Россия, то РУ, РЮ, если это Украина, то по-моему UK или как-то по-другому, не знаю. Ну в общем, вот этот вот после точки последний значок, если он у вас вот такой вот российский или украинский, то скорее всего сайт этот автоматически вас заблокирует и не пустит. Это бывает, встречается довольно часто. Ну и как вы понимаете, это если вы в недоумении, почему такое происходит, я объясню вам, это можно очень легко обойти, вы просто должны открыть новый свой электронный адрес. Новый электронный адрес тоже открывается очень легко, для этого вы просто должны потратить где-то от 5 до 10 минут, заполнить там тоже вопросы, которые вас спрашивают, но скорее всего вы должны такую взять, такой сайт, например, Яха, вот Яха или даже Яндекс, но в Яндексе вы должны поставить себе не ру в конце, а ком в конце, си-о-эм, вот, значит, допустим, если у вас будет там Иван Иванов собачка Яха точка ком или собачка Яндекс точка ком вот в конце обязательно должно быть ком, а не ру и не ю, украина ю, кей там как-то, и тогда ваш, будет распознаваться ваш e-mail, и вы сможете зарегистрироваться на любом иностранном сайте. Ну, это вот такой вот для вас небольшой, как сказать, небольшое объяснение этой проблемы. Если существует какая-то другая проблема, то здесь уже надо разбираться более конкретно, почему такое происходит. Бывает часто, если вы раньше были на этом сайте, или кто-то из вашего компьютера, из вашего аккаунта пользовался уже этим сайтом, то второй раз он, возможно, вас тоже не пустит и не зарегистрирует. Есть тоже такие там правила. Можно регистрироваться всего один раз. Ну, вот, пожалуй, наверное, и все такие небольшие моменты, которые я сегодня хотела для вас рассказать. Пожалуйста, те, кто хочет что-то узнать более подробно, получить более обширную консультацию, информацию, или какие-то вопросы у вас назрели, пожалуйста, пишите мне на донат. Ссылочка есть внизу в описании под моим каналом. Все это делается очень легко. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Не забывайте ставить лайки. Всем удачи, всем хорошего настроения, всего вам доброго, увидимся, пока-пока. Пока.